Впервые за четверть века рождаемость в Ростове превысила смертность. Об этих и других событиях в Донской столице мы расскажем в нашем выпуске. Здравствуйте! И прямо сейчас коротко о других темах выпуска. Разбитые новостройки. Хулиганы разгромили незаселенные квартиры военных в микрорайоне Суворовский. С таким соседством жители мириться не намерены. Слышно периодичный шум. Кто-то лазит, что-то делает. И так, видел, подростки бегали. Несколько раз выгонял их. Лучшим стал преподаватель русской литературы. В Ростове подвели итоги городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Когда я не могу, я все равно должен это сделать. И это, наверное, самый главный пример, который должен дать учитель своим ученикам. Праздник уже начался. Студенты техникума индустрии моды поздравили ветеранов. Вот здесь у каждого светлые блестящие глаза. Чувствуется, что студенты понимают, что такое патриотизм. Раскороченные двери, разбитая сантехника и горы мусора. Пустующие квартиры в 140-м военном городке в микрорайоне Суворовский облюбовали подростки и бродяги. Местные жители не в силах самостоятельно победить незваных гостей. Тот должен обеспечить безопасность в многоэтажках и восстанавливать подпорченные квадратные метры. Ответ на этот вопрос попытались найти наши корреспонденты. Двери открыты, дом свободный. Как мы видим, открывается. Не окольными путями, а через парадный вход. Уже несколько месяцев в дом на Измайловском 25 проникают посторонние. Хулиганы облюбовали верхние незаселенные этажи. Рассказывает активист Сергей Ноздрин. Он живет по соседству и пройти мимо фактов вандализма не смог. Экскурсию по полуразрушенным квартирам для журналистов проводят впервые. Сюда должны въехать семьи военнослужащих. Но пока среди постояльцев только подростки и бродяги. Ведут себя незваные гости вовсе не дружелюбно. Крушат двери и сантехнику, мусорят и устраивают общественные туалеты. Жители с этажей пониже признаются, что своими силами справиться с нашествием хулиганов не могут. Обращались в полицию, но желающих обосноваться в пустующих квартирах меньше не становится. Слышно периодичный шум. Кто-то лазит, что-то делает. И так видел, подростки бегали. Несколько раз выгонял их. В начале декабря были участковые, прокуратура. Здесь полностью выгоняли, выгоняли всех. И все, после этого больше ничего не было. Похожая ситуация и в других домах 140-го военного городка в микрорайоне Суворовский. А социальные элементы притягивает сюда как магнитом. По вечерам жители опасаются выходить на улицу. В некоторых домах заварены входные двери, где никто не проживает. Но люди, которые, там бомжи и те же самые элементы, залазят через окна. Просто открывают или проламывают окна на первых этажах. Заходят точно так же. Внутри вот этого дома, так как тут живут люди, есть и свет, и вода. Все это подается, этим пользуется. На счетчиках на вот этих разбитых квартирах намотано. Немного, но тем не менее, кто-то же должен за это заплатить. О своей беде жители Суворовского рассказали даже президенту и попросили помочь разобраться в ситуации. Писали в Министерство обороны, писали в Ростовскую администрацию, писали на прямую линию Путина кремлин.ру, вот это вот letters kremlin.ru. Оттуда пришел ответ, сказали, что ситуацию они поняли и что они передали все это в Министерство обороны для того, чтобы Министерство обороны, в свою очередь, это все почитало, посмотрело, приехало. Ну, может быть, ну, в общем, с обязательным ответом в течение месяца. После публикации этой истории на сайте в нашу редакцию поступил комментарий из управляющей компании ГУЖФ. В письме сообщают, что восстанавливать пустующий фонд не имеют права. За сохранность имущества отвечает собственник помещений, а именно Министерство обороны страны. Официальный запрос ведомства редакция уже направила, ответ пока не получила. В ростовском речном порту задержали нелегальный груз с запчастями с Украины. На борту теплохода, который прибыл в ростовский порт на погрузку из украинского Херсона, находилось более 500 запчастей, не указанных в общей декларации. Капитан судно заявил, что не знает, откуда взялись эти детали, сообщили в пресс-службе ведомства. Однако второй механик рассказал, что их погрузили на теплоход в порту отправления по приказу владельца водного транспорта. По таможенному законодательству, сведения о запасных частях транспортного средства, международные перевозки должны вноситься в таможенную декларацию. При этом они не облагаются пошлинами и налогами. К ним не применяют меры нетарифного и технического регулирования. Причиной забывчивости капитана может быть желание извлечь коммерческую прибыль от реализации партии запчастей, считают ростовские таможенники. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. В Ростове впервые за четверть века рождаемость превысила смертность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По итогам 2015 года в Донской столице родилось 14 039 детей, что на 1073 ребенка больше, чем годом ранее. При этом в ростовских родильных домах на свет появилось 96 двойн. А вот показатель смертности снизился и составил 11,6 случаев на 1 тысячу населения. Среди основных причин смертности – сердечно-сосудистые заболевания, на их долю приходится 51%, на втором месте – новообразование – 13%. Только лучшие в Ростове подвели итоги городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Торжественная церемония награждения прошла на главной сцене Донской столицы – музыкальном театре. Победителей по четырем номинациям поздравили коллеги и представители администрации города. Не просто учить, а зажигать огонь знаний – преподавательская кредо участников конкурса. Чтобы попасть на главную сцену Ростова, преподаватели прошли строгий отбор. В финале оказалось больше 30 участников. Соревновались по четырем номинациям – «Учитель года», «Педагог-психолог», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют». Если видишь солнце – это я, а небо – это ты. Сегодня их с гордостью называют интеллектуальной элитой страны. Преподаватели говорят, участие в конкурсе помогает почувствовать уверенность в себе. Без нее удержать внимание учеников невозможно. Мы можем еще учиться в театре, в институте, в университете. Заканчивают всякие разные и получают учебные степени. Но первый учитель, я благодарю, что сделал. Мой первый учитель – шеф. Я благодарю директору, который мы выпустим вместе. Встречаемся в два раза, я вроде увижу. И, наверное, это самые, после мамы, самые дорогие люди, которым можно и нужно сказать огромное спасибо. Низкий вам поклон за ваш труд. Победителем конкурса стал преподаватель русского языка и литературы лицея номер 11 Андрей Барашев. За пять лет работы с детьми он всегда придерживается одного правила – быть достойным примером для своих учеников. Хороший учитель – это тот, который умеет делать над собой усилия. Делать что-то, когда уже не хочется, может быть, даже уже когда невозможно. И, наверное, учитель ведь не зря должен быть примером. Примером того, что когда я не могу, я все равно должен это сделать. И это, наверное, самый главный пример, который должен дать учитель своим ученикам. Призеры получили дипломы и сертификаты на денежную премию. Победитель номинации «Учитель года» продолжит участие в конкурсе на региональном этапе. Он пройдет это весной. Дарья Зимина, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. В Ростовском техникуме индустрии моды, экономики и сервиса прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Студенты подготовили творческие номера для ветеранов, театральные зарисовки, песни и стихи о войне. Елена Зайченко продолжит. Ветеранов здесь встречают аплодисментами и непременно стоя. Студенты Ростовского техникума индустрии, моды, экономики и сервиса подготовили праздничную программу для тех, кто сражался за Родину. День защитника Отечества для нас не просто слово. Это действительно праздник, который наша молодежь отмечает с душой. Сегодня вот у меня в концерте большинство участников и ведущих – это мальчики. Это сделано сознательно, потому что они все в военной форме. Для того, чтобы юноши, сидящие в зале, уже время настало им пропитываться вот этим боевым духом. Они должны уже понимать, что через год-два им предстоит идти служить в ряды вооруженных сил. В программе танцевальные номера, актерские зарисовки, военные песни и стихи собственного сочинения. Из года в год студенты техникума долго готовятся к выступлению перед ветеранами. Очень приятно нам, преподавателям, всегда видеть, когда перед такими праздниками, как 23 февраля, 9 мая, наши дети ходят по коридорам в обнимку и поют военные песни, потому что они их готовят к концерту, как правило. Никто их не заставляет это делать. Они это делают действительно от души. Инна Лефель-Бейн, студентка первого курса, произвела большое впечатление на гостей праздника. Девушка прочитала стихи собственного сочинения. Мы русские, и это мы чисты. И это мы не склонимся смиренно перед напастями и кознями других. И это мы не станем на колени. Прививать любовь к родине необходимо с раннего детства, говорит гость праздника, ветеран Великой Отечественной войны Борис Сапкалов. Здесь я чувствую большое, самое великое отношение к патриотическому воспитанию, что здесь на должном уровне, на большой высоте. Активно участвуют студенты во всех мероприятиях. Вот здесь у каждого светлые блестящие глаза. Чувствуется, что студенты понимают, что такое патриотизм. Елена Зайченко, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. Это все, что мы успели вам рассказать. Хотите знать больше? Заходите на наш портал rostovlife.ru, делитесь фото и видеоматериалами, слушайте новости на радио Ростов-ФМ на частоте 89,4. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова